Ну вот, пространство, время, движение, это такие категории, которые, казалось бы, фундаментальные, лежат в основании науки, философии. Ну какие могут быть, собственно, какие, собственно, могут быть разночтения в понимании этих категорий? Оказывается, что действительно эти категории необходимо уточнять по ходу развития науки и уточнять, исходя из того, знания нового, которое накапливается, аккумулируется и анализируется ученым сообществом. И в связи с этим предлагается такая достаточно эвристичная концепция к вашему вниманию. Хотелось бы, чтобы вы ее восприняли душой и сердцем, что называется. Первый мой тезис звучит так. Так, я буду зачитывать тезис, потом комментарии по каждому из пунктов. Первый мой тезис звучит таким образом. Бесконечное множество элементов реального пространства несчетно. Заполненное материей реальное трехмерное пространство непрерывно и актуально бесконечно делимо. Вот действительно, вот эта мысль, идея о заполненности пространства, его непрерывности, она Канту, и ранее до Канта, конечно же, в философии присутствовала. Но Канта ее как-то очень логично и хорошо объяснил. Его мысль сводилась к тому, что невозможно себе представить между элементами пространства чего-либо отличного от пространства. Но это нонсенс. И таким образом, мысль очень здравая, очень действительно актуальная. Ну а вот актуальная бесконечная делимость пространства, она следует из авторской теории физического пространства и движения. Ну и суть которой этой теории в том, что в природе ничего абсолютного нет. Все абсолютное помимо природы. И поэтому говорить о том, что есть какая-то абсолютная пустота в том числе, ну нет смысла. Далее. Несчетное бесконечное множество действительных чисел математически континуально. Это идея. Собственно, идея-то принадлежит, конечно, не Кантеру. А вот научно обосновал эту мысль Гевард Кантер. Для него это была очень важная, очень принципиальная вещь. Он говорил о том, что Кантер, о том, что я знаю много противников актуальной бесконечности. Много. Но я не последний ее защитник. И, а может быть, первый последовательный защитник этой концепции. Ну вот в таком духе высказывался Кантер. И он действительно обосновал, что множество действительных чисел математически континуально. Далее. Между элементами множества всех действительных чисел и элементами множества реального физического пространства существует взаимно однозначное соответствие биекции. То есть, это мысль также к Кантеру принадлежит. И смысл известной теоремы Кантера-Бирнштейна сводится к тому, что если между двумя множествами существует биекция, значит они равномощны. Вот такой философский смысл этой теоремы. Ну, если мы имеем непрерывное физическое пространство и континуальное математическое пространство, то вероятно, что между элементами множества всех действительных чисел и элементами множества реального физического пространства существует взаимно однозначное соответствие. Далее. Ну, а тут значок указан. Алиф 1 – это символ несчетного множества. Вам известно. Следующий тезис. Бесконечное множество элементов времени счетно. И первый тезис. Динамическое время линейно, одномерно, однонаправленно. Как переменная величина она может принимать только конечные и потенциально бесконечные значения. Ну, ключевое слово здесь однонаправленно. Необратимо. Известный философ, физики Юрий Молчанов очень интересно иллюстрирует вот этот тезис о необратимости времени. Он говорит, давайте представим, что на некотором расстоянии от земли находится охотник. Астрономическом расстоянии. С тахионным ружьем. А рядом с нами ворона. И вот этот охотник стреляет в ворону. Пули совершенно мгновенно достигают вороны. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем падение вороны. А потом вспышку выстрела и полет пули. Казалось бы, нарушается... Вот об этом уже здесь вчера говорилось. Казалось бы, нарушается причинная связь событий. На самом деле ничуть нет. Нарушается видимая последовательность событий. Мы не наблюдали нигде в природе никогда. Мы не наблюдаем, чтобы вот пуля вылетала из вороны и туда-обратно и в ружье охотника попадала. Вот таких процессов мы в природе нигде никогда не наблюдаем. Более того, если бы эти процессы были в природе, существовали, то они бы влекли за собой, как вот снежный кум, другие процессы, которые тоже бы текли в обратном направлении, и это был бы полный хаос в природе. Но этого нет. Полагает Молчанов. Справедливо полагает. Далее. Процедура деления времени во времени логически недопустима. Я, простите, чуть... Мне, так сказать, рассудком не повредился, пока я пытался представить себе, как время делится во времени. А потом понял, ну это же логическая нелепица. Невозможно... Вот графический отрезок времени можно разделить на сколь угодно множество частей. А реальное время невозможно. Вот в этом изжиминка. Или, так сказать, вот такая мнимая парадоксальность невозможности деления времени. Следующий тезис. По данным Светлова, в математической системе натуральных чисел допустимыми являются только операции сложения и умножения. Значит, ну, тоже, на первый взгляд, вот этот тезис вызывает такой протест. Ну, а как же там? А деление? А вычитание? Так вот, ни деление, ни вычитание не делают эту систему, систему натуральных чисел, более полной. Более полной ее делает только операцией сложения и умножения. Если мы начинаем делить и вычитать, то там уже повторяются числа. И в этом смысле Светлов очень аргументированно заявляет о том, что вот математическая система натуральных чисел не допускает операции деления и вычитания. Это крупный философ науки Светлов, философ математики. Далее. Далее. Между элементами бесконечного множества времени и элементами математической системы бесконечного множества натуральных чисел существует взаимнооднозначное соответствие, биекция. Ну да, время невозможно разделить. Оно однонаправленно. Но ведь и система натуральных чисел тоже не допускает математическая система деления. И она восполняется только за счет вот такой потенциальной бесконечной ее восполнимости новыми числами. Значит, действительно, логически ничего противоестественного нет, что между этими системами существует взаимнооднозначное соответствие. Далее. Какие же выводы мы можем сделать из равномощности, из неравномощности, прошу прощения, множества пространства и времени? Ну вот здесь мне хотелось бы сослаться на Шрёдингера, который... Ну вот это Севальников, книга Севальникова, самого крупного философа естествознания в России на настоящее время. Ну формально самого ведущего. Завсектором философских проблем естествознания. И вот он цитирует Шрёдингера здесь. Вот что пишет Шрёдингер. Очень интересно. В квантовой механике время выделено по сравнению с координатами. В отличие от всех остальных физических величин, ему соответствует не оператор, не статистика, а лишь значение, точно считываемое, как в доброй, старой классической механике, по привычным надежным часам. Выделенный характер времени делает квантовую механику в ее современной интерпретации от начала и до конца нерелятивистской теории. Это Шрёдингер. Эта особенность квантовой механики не устраняется при установлении чисто внешнего равноправия времени и координат, то есть формальной инвариантности относительно преобразования Лоренца с помощью надлежащих изменений математического аппарата. Значит, мы полагаем, что логически, вот в этой ситуации неравномощности множества пространства и времени, в ситуации выделенности времени, в ситуации, когда пространственный временной континуум на микроуровне не работает. Так вот, в этой ситуации логически элементов времени совершенно недостаточно, чтобы соответствовать всем элементам пространства на сплошной траектории частиц. Для квантового микрообъекта недостаточно элементов времени, чтобы двигаться темпорально, и избыток элементов пространства, чтобы двигаться траекторно. Ну, поскольку одно множество счётное, а другое не счётное. Далее. Проблема описания квантового скачка координат, аналогично решённой ранее математической проблеме, куда определить корень квадратный из минус единицы. Вот далее. Почему эта проблема аналогична, я вернусь к этому далее. Так вот, мы приходим к выводу, что движение невещественно. То есть, величина, описывающая элементарное перемещение микрообъекта, во-первых, она должна обязательно присутствовать в уравнении Шрёдингера, если это уравнение является уравнением движения квантовой частицы. Вот интересно, в одной из последних статей прижизненных академика Леонида Келдыша всю жизнь человек занимался квантовым туннельным эффектом. Он пишет, что туннелирование частицы квантовой, оно не описывается уравнением Шрёдингера, но оно является его следствием. То есть, Келдыш озвучил традиционный подход в науке по отношению к туннелированию и уравнению Шрёдингера. Уравнение Шрёдингера не описывает туннелирование. Так вот, мы как раз полагаем, что описывает. Далее. Величина, описывающая ЭПМ, элементарное перемещение микрообъекта, не может принимать конечные или бесконечные действительные значения. Но возникают известные опоры и Зенона, когда невозможно преодолеть вот эту бесконечную последовательность отрезков пути. И от древних греков к нам пришли эти опоры, известные. Правда, какое-то время полагалось, что они снимаются тем, что мы допускаем, об этом говорит Аристотель, о том, что мы допускаем, что тело за бесконечно малый промежуток времени проходит бесконечно малый отрезок пути. Вроде бы тут никакого противоречия в таком движении нет. Но знаменитый Дэвид Гильберт категорически возражает против такой позиции. Он говорит о том, что ничуть, бесконечность невозможно преодолеть. Никаким образом. И нужно менять представление ученого сообщества по отношению к движению. Физики должны поменять свои представления. Каким образом? Вот вода, океан воды. Мы начинаем делить, у нас получается, так сказать, стакан воды. Потом капля воды, наконец, молекула воды. Но когда мы делим молекулу водой, это уже не вода. Таким образом, движение, классическое движение, делим, делим, делим до какого-то определенного предела. Потом это уже не классическое движение. По Гильберту. В соответствии с логикой Гильберта, основанием математики. Гильберт Бернайс. Таким образом, невозможно темпоральное и траекторное движение квантовой частицы в актуально бесконечном делимом пространстве. Не только логически, но и практически невозможно. Далее. Величина, описывающая элементарное перемещение микрообъекта, должна быть универсальной и комплексной величиной, не имеющей вещественной части. Универсальное описание движения возможно в комплексной плоскости, а не на числовой прямой действительных чисел. Вот смотрите, как Роберт Оппенгеймер описывает положение с пониманием движения у физиков. Очень забавно. На вопрос, остается ли положение электрона всегда одними и тем же, мы должны ответить нет. На вопрос, меняется ли оно со временем, мы должны ответить нет. На вопрос, является ли электрон неподвижным, мы должны ответить нет. На вопрос, находится ли он в движении, мы должны ответить нет. То есть, сплошные нет. И смотрите, какая аналогия интересная возникает. Эйлер в своем время, Леонард Эйлер, говорил о том, что квадратные корни от отрицательных чисел не равны нулю, не меньше нуля, а не больше нуля. То есть, как физики не знают, куда им определить движение, так математики не знают, куда им определить нему единицу. Не знали до определенного времени. До того, как возникла строгая теория комплексных чисел. Комплексных, простите. Далее. Следующий тезис. Отражение мнимости движения в математическом формализме квантовой механики. Ну вот, Паули, Паули, Ричард Паули, вот что пишет в отношении того, как мнимая единица попала в уравнение Шрёдингера. Откуда мог взяться корень квадратный из минус единицы в этом уравнении? Возможный ответ, который я не осмелюсь перевести здесь в общем виде, дал физик, который некоторое время назад покинул Австрию, но не оставил свой утонченный венский юмор и всегда умеет найти подходящее слово. Его ответ был таков. Корень квадратный из минус единицы проскользнул в уравнение, словно бы мы дали ему проскочить туда случайно. Тем не менее, эта случайность заставила нас почувствовать огромное облегчение. Вот это Паули. Значит, как мы полагаем, мы вот обозначили эти условия, которые в предыдущем параграфе обозначили условия невещественности движения. А здесь мы утверждаем, что всем обозначенным выше условиям, а именно невещественности и универсальности в математическом смысле, а темпоральности и бестраекторности в физическом смысле, соответствует исключительно мнимая единица в уравнении Шрёдингера. Вот посмотрите на уравнение Шрёдингера. Здесь только две постоянные величины. Это мнимая единица и редуцированная постоянная планка. Причем они рядышком. И ведь вполне можно интерпретировать это выражение как скачок энергии в пространстве. Мнимая единица как символ оттемпорального движения. Значит, это у нас седьмой пункт. Отцы-основатели квантовой механики по-разному оценивали квантовый скачок. Если Шрёдингер считал, что квантовый скачок – это скачок теории, Эйнштейн полагал, что есть какая-то скрытая классическая траектория частиц, то Гейзенберг и Бор полагали, что квантовый скачок реализуется вне пространства и вне времени. В конце концов возобладала позиция Бора, который сказал – это в конце концов метафизика. Все эти скачки. Мы их просто будем постулировать и всё. Ну а Гейзенберг высказался по этому поводу следующим образом. Думаю, Бор хорошо показал, что о квантовом переходе вообще нельзя говорить в старых понятиях. Во всяком случае, его нельзя описывать как процесс в пространстве и времени. То есть, отцы-основатели квантовой механики понимали, что в континууме в пространственном временном не описать движение квантовой частицы. Там у неё нет траектории, а в континууме должна быть мировая линия. Это же так естественно, так понятно. Таким образом, мы полагаем, что элементарное перемещение квантового микрообъекта невещественно во всех смыслах – математическом, физическом. И описывается комплексной универсальной величиной, мнимой единицей. Каким образом сейчас описывают, ну, туннелирование… Знаете, такой инстантон есть в квантовой теории поля, есть такая частица. И вот она туннелирует через барьер. И туннелируя через барьер, описывается это. Это физическая энциклопедия. Описывается это таким образом, что частица двигается по сплошной траектории, будто это не квантовая частица. Далее. В мнимом времени, минуточку, в мнимом времени, вдумайтесь, с мнимой скоростью, да ещё и с участием отрицательной энергии. Опа. Одна непонятность на другой непонятности. И всё это считается объяснением. Так не лучше ли просто полагать, что, так сказать, вот эта мнимая единица описывает на самом деле вот тот самый скачок координат частицы в пространстве или элементарное перемещение микрообъекта, как мы вводим этот термин. Но что означает само математическое выражение корень квадратный из минус единицы равен i? Так, это у нас седьмой пункт, восьмой. Необратимость физического действия. Сопоставим число минус один с максимальным элементом множества целых отрицательных чисел, а также с прошлым непустым моментом времени. Необратимость во времени вытекает из отсутствия действительного значения у корня квадратного из минус единицы. То есть из выражения корень квадратный из минус единицы равен i. Вот корень квадратный из нуля равен нулю. Корень квадратный из единицы равен единице. Вот если сопоставить ноль с настоящим моментом времени, а единица с будущим моментом времени, то получается, что в настоящем и будущем мы что-то можем изменить, в отличие от прошлого. А в прошлом ничего. Там сразу уходим в мнимую плоскость. И поэтому я привел в пример линию исторического времени по аналогии. До нашей эры минусовое время, момент рождения Христа, это ноль временной. И христианская эра, это уже наше время, плюсовое время. Ну, это, конечно, схема. Далее. Экспериментальное подтверждение необратимости физического действия. Спины электронов в углероде хлороформа в углероде хлороформа и два импульса близнеца прямой и обращенной оказались разными. То есть было обнаружено экспериментально, что производство энтропии в микроскопической квантовой системе присутствует. Тем самым было доказано, что необратимость процессов во времени существует на квантовом уровне не только в случае распада комизонов, а и в других случаях многих. Два квадратных корня мнимо единицы. Наличие двух тождественных значений мнимо единицы, то есть одно со знаком минус, а другое со знаком плюс, указывает на взаимную дополнительность соответственно потенциальной и актуальной реальности. Это Шпеньков. Он единственный, пожалуй, из известных мне авторов, кто занимался физическим смыслом мнимо единицы. Это его идея. По нашему представлению, вот эти вот минусы и плюсы сливаются в прошлом в одно целое. Так, далее. Произведение мнимых единиц с разными знаками. Вот эта идея происхождения актуального из потенциального активно разрабатывается, ну, я уже ссылался на Севальникова. Однако он не связывает со своей идеей логическую последовательность выражения корень квадратный из минус единицы равен минус и, и корень квадратный из минус единицы равен и. А мы полагаем, что здесь есть логическая последовательность. Не временная, а логическая. Следующий тезис. Математическое действие минус и помножить на и равно единице. Допустимо трактовать следующим образом. Произведение потенции на актуальность ЭПМ порождает в будущем физическое действие частицы в новых физических условиях, на новом месте, характеризуемое изменением ее импульса. Далее. Это у нас какой пункт? Так, одиннадцатый. Далее. Результат физического действия. Необратимое во времени совершенное физическое действие в свою очередь вновь в новых условиях порождает вневременную потенцию и актуальность нового элементарного перемещения микрообъекта. То есть не действие порождает действие, что было бы логически замкнутым кругом, а действие порождает потенцию и актуальность, а те, умножаясь, порождают новое действие. Далее. Ну и какие основные философские выводы мы можем сделать из всего доложного вам? Ну, во-первых, антологические. Пространство не счетно. Время счетно. Движение невещественно. Действие необратимо. Это основные, так сказать, тезисы, которые можно вынести из того, о чем говорилось. И, как нам представляется принцип причинности в микромире. Математическое действие порождает физическое действие, которое, в свою очередь, порождает потенциальность и актуальность движения частицы в пространстве. То есть очень часто мы смешиваем понятие движения, действия. Математическое действие, физическое действие. Мы не допускаем, что математическое действие, какое-то виртуальное действие, может породить что-то вещественное, какие-то физические процессы. Оказывается, таким образом можно трактовать очень многое в физике. Ну вот, наверное, все, что я хотел вам доложить. Я уложился в свое время. Вот литература, на которую основную я ссылался, авторы. Ну вот, наверное, и все. Спасибо. Вопросы можно задать? Можно? Максим Григорьевич, такой вопрос. Вы бы не могли дать определение времени? Поскольку, когда вы ссылаетесь на Светлова и говорите о том, что ряд натуральных чисел только способствует на умножение и сложение, то не получается, а деление и вычитание вы исключаете, то что такое время? Да. У меня только интуитивное представление времени я могу дать. Это некая последовательность событий. Некая последовательность событий. Самое сложное, очень сложный вопрос задали. Что такое время? Кто там из древних наших Фома, Аквинский, да, по-моему, сказал, когда мне задают вопрос, что такое время? Вроде я так представляю. Вот когда задают вопрос, не могу ответить. Вот так же и я сейчас. Некая последовательность, необратимая последовательность событий. Но если последовательность событий, то есть процесс превращения. А процесс превращения обязательно берет к себе деление и вычитание. Потому что сам процесс не может, если только мы рассматриваем с точки зрения Светлова, то весь процесс жизни будет расти до какого-то конгломерата. Масса все увеличивается, все увеличивается бесконечно. И этот вывод, ссылка на Светлова, дает представление о том, что во времени происходит рост, допустим, массы до непонятной какой бесконечности. Светлов, как я понимаю этого автора, он говорит о том, что математическая система – это абстрактная система. Она никак не связана ни с какими процессами, о которых вы говорите. Это абстрактная система, которая может пополняться и может не пополняться. Так вот, утверждение Светлова сводится только к тому, что математическая система натуральных чисел пополняется только за счет двух действий. Вот деление и вычитание не пополняют эту систему, не приводят к появлению новых членов этой системы. Вот только к этому сводится утверждение Светлова. И вот это, как по моим представлениям, аналогично течению времени, когда момент следует за моментом, вот этой упорядоченности, вот этой, как сказать, линейности времени. Один момент следует за другим. Мы всегда можем сказать, взять два момента времени и сказать, какой-то из них раньше, какой-то позже. Не бывает так, что эти два момента, так сказать, совпадают. Вот в этом смысле подход ко времени и подход к математической системе натуральных чисел нам представляется аналогичным. Может быть, я недостаточно убедителен был. Вы полагаете, что времени соответствует счетное множество, а пространству соответствует несчетное множество? Не кажется ли вам в таком случае, что нарушается антологическое единство пространства-времени? А что вы понимаете под антологическим единством пространства-времени? Ну, после Минковского. А, вы имеете в виду континуум Минковского? Ну, континуум Минковского, об этом я, собственно, говорил. Вы, может быть, сначала слушали? Я читал вашу статью. Нет, нет, вы опоздали сегодня, да? Я цитил Шрёдингера по этому поводу, а вы красот. Где он говорит о том, что квантовая механика – это от начала и до конца нерелативистская теория. В том смысле, понимать Шрёдингера можно, что у квантовой частицы нет вот этой траектории в пространстве, нет вот этой мировой линии, которая необходима, совершенно необходима для частицы, которая двигается вот в этом континууме Минковского. Поэтому континуум Минковского на уровне микромира не работает. И сейчас эта позиция достаточно обоснована тем же Севальниковым и другими. Не работает континуум в микромире. Поэтому расщепить его вот с этой логической точки зрения необходимо. Это разные сущности пространства и времени. Просто разные. И то, что когда-то Минковский их объединил в одно целое, это в каком-то смысле спасло науку от вопросов о сущности пространства и времени, а в каком-то смысле затормозило развитие науки о пространстве и времени. Спасибо. Пожалуйста, кто еще хочет задать вопросы? Пожалуйста. Вы разрешите мне, Максим Ильич, и ведущий задать несколько вопросов. Ой, вы знаете, давайте по одному. Значит... А то у меня склероз. Склероз, да. Вот вы пишете таким образом. Национальная независимость мысли делает ее объективной. И ваш последний вывод подтверждает это. Что вроде бы мысль и вывод математический создают реальность. Я о мысли ничего не говорил. Ну, математический этот, это тоже процесс мышления. Математический вывод. Значит, и отсюда вы выводите, и потом из квантовых сачков, и отемпоральность, и отестраекторность. Не кажется ли вам, что это иллюзорные представления? Значит, во-первых, мы не представляем строения так называемых элементарных частей. Мы их называем элементарными, но на самом деле они не элементарные. Фотона того же, гравитона, которого даже зафиксировать не можем, электроны и так далее. Если бы мы представляли, мы бы поняли, что они представляют собой домены, замкнутые сами на себя. А если они замкнутые сами на себя, то каждая частичка ее внутренняя располагает полностью информацией о всей частице. И таким образом снимается и отемпоральность, и квантовые скачки снимаются, и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос, связанный с этим же... Можно на этом пока ограничиться? Ну, пожалуйста. То есть вы говорите о запутанности, о квантовой запутанности? Нет, я не говорю о квантовой. Квантовая запутанность – это следствие. Опять следствие. Значит, я как раз об этом не говорю. Я говорю... Тогда я не понимаю. Ну, не понимаете... Не-не-не, еще раз, сформулируйте как конкретно. Могу, могу... Нет, не надо ничего писать. Писать, ради Бога, не надо ничего писать. Я не писать, я нарисую его. Вот если представить, скажем, ну, гравитон или фотон или электрон, гравитон, вот состоящий из 10, 23 степени фанонов, а фаноны трех видов, они у гравитона свои, у ней три на свои, но это... То, вот каждый, вот тут фанончик, который внутри, он располагает так, как частица замкнута сама на себя, он располагает информацией о всей частице. И он может проявляться вот этой штукой, которая попала в щель, как частица, а может проявляться как волна, если целиком попадает, то есть интерферирует и так далее, и так далее. Вот. И в данном вопросе отемпаральность снимается. И вот это вся невообразимые квантовые скачки и так далее, они снимаются вот такой простой схемой, представлением о том, что так называемые элементарные частицы, на самом деле они не элементарны. Они представляют собой объемные аттракторы, объемные ленты Мебиуса, по которым вот эти частицы движутся, они взаимосвязаны и так далее, и так далее. Это первый вопрос. Спасибо. Тот, кто... Да. Вот с моей точки зрения, вот ваше представление, оно совсем не отрицает этомпаральность. Это они дополнительные, эти представления. Вот, как я понял, суть вашего допущения сводится к тому, что представление о корпускулярно-волновом идеализме все объясняет. Не только этот вопрос. Оно же не объясняет и квантовые скачки, оно объясняет и нелокальность, оно объясняет все вот эти парадоксы квантовой теории, оно полностью объясняет. Нечего чего-то городить, когда есть корпускулярно-волновой идеализм, который все объясняет. Вот смысл вашего вопроса. Значит, ну, не совсем так. Вот следующий вопрос, который нелокальность объясняет. Есть частицы, которые движутся с огромной скоростью. Ну, я называю, наука сейчас современная, как бы, представляет их и называет их аксионы. Я их назвал торсинформы. Значит, они движутся за скоростью 10 в 45 степени скорость света. Это, и вот этот вопрос, и вот этот вопрос, не построение умозрительное. Тут все рассчитано и тут все рассчитано. Это экспериментально обнаружено? Начательно. Чтобы экспериментально обнаружить, нужен инструмент. Пока инструмента, мы даже гравитоны целиком обнаружить не можем. Вы говорите о ментальном построении. Значит, о математическом построении. Математическом. Математическом построении. То есть я строго доказану это дело. Значит, это... Вот торсинформы имеют скорость 10 в 45 скорости света. Они проходят нашу Вселенную, которую мы знаем, а мы знаем, она 10 в 20 степени световых лет. Они проходят за полторы секунды и обеспечивают материальное единство всей Вселенной. Спасибо. То есть водород везде имеет одинаковое строение. Что у нас, что... Спасибо. За 10 в 20 степени. Так, коллеги, я хочу попросить задающих вопрос, как-то компактно формулировать свою мысль. И переходить, да, не к обсуждению своих идей, которыми вы можете поделиться на своем докладе, а формулировать по теме доклада, который вы только что заслушали. Прошу, покомпактно. Можно? Пожалуйста, вот там, в конце. Вот, все же хотелось бы... Включите микрофон. Да, я буду говорить громко. Все же хотелось бы пояснить вашу позицию относительно времени. Является ли время в понятии, ну, скажем, Ньютона как абсолютное? Или время, допустим, локально. Вот вы обладаете своим временем, вы движетесь. Любой человек тоже, любой процесс движется. И время таким образом разбивается на бесконечное множество отдельных частных времен. Вот. Что вы сказали по этому поводу? Ну, насколько я помню Ньютона, он же не отрицал ни абсолютное, ни отрицательное время. Потому что как ни абсолютное, ни отрицательное пространство. Отрицательное. То есть он говорил о том, что и то, и другое существуют. Значит, я считаю, что, безусловно, есть какая-то взаимодополнительность, взаимодополнительность локального и глобального времени. Безусловно. Обранное время надо к чему-то привязать? Безусловно. Вот. Но когда вы говорите к чему-то привязать, вы говорите уже о наблюдателе. Да? А я пока, так сказать, хочу избежать наблюдателя. Просто говорить о времени как о природном каком-то феномене, который мы мыслим независимо от часов. Поэтому я думаю, что во всяком случае Эйнштейн когда-то, так сказать, вот отринул абсолютное пространство и абсолютное время так решительно. Ну, это было сделано не совсем убедительно и, скорее, исходя из каких-то, может быть, не вполне научных, так сказать, допущений. Поэтому, нет, в Ньютоново время почему нет? Оно работает. Оно работает. Понятно. Так, теперь, второе вопрос. Система натуральных чисел дискретна, а время бесконечно деменема. То есть время это текущее, и вот в этом отношении я увидел в вашем представлении противоречие. Вот, я не утверждал, что время бесконечно деменема. Моя ответственность как раз сводился к тому, что время неделимо. Неконечно, небесконечно неделимо. Невозможно делить текущий момент времени во времени, еще на более мелкие моменты. Невозможно. Мысленно такая операция, но... Возможно. Невозможно. Невозможно. Это логическое противоречие. Если вы проанализируете, так сказать, вот... Вы проанализируете вот этот логически замкнутый круг деления времени во времени, вы поймете, что это, так сказать, недопустимая операция. Но для того, чтобы, так сказать, вот это, прийти к этому... Ой, как много нужно ломать голову. Понятно. Уже так, еще вопрос. Квант развивается довольно успешно, квантовая теория гравитации. Одновременно существуют, ну, старые теории гравитации, скажем, в общей теории относительности и так далее. Они как-то вот существуют, не пересекаются. Вот как вы к этому тоже относитесь? Квантовая теория гравитации, ну, во-первых, она не существует. Ее нету. Есть какие-то проекты по ее созданию, но до сих пор они не реализованы. И я так подозреваю, что никогда не будут реализованы. Потому что релятивистская фундаментальная концепция противоречит в корне концепции квантовой механики. Здесь есть логическое несоответствие. Поэтому теория квантовой гравитации звучит примерно так же, как сухая вода. Вот, и, но, я упустил момент, еще о чем шла речь в вашем вопросе. Ну, тогда последний вопрос относительно минимой единицы. Вот мы, как инженеры, довольно успешно справляемся с минимой единицей в акустике, в электроферке и так далее. Ну, вычисляя модули величинок, да. А вот, как вот, вы, как вы представляете положение вот этой минимой единицы относительно, ну, скажем, бесконечно множества натуральных чисел? Натуральных или действительных? Ну, действительных чисел. Ну, традиционно геометрическое представление как плоскость, перпендикулярная, ортогональная плоскости действительных чисел. И мнимая единица здесь играет ключевую роль. Поэтому она действительно во многих технических, так сказать, описаниях присутствует. Она не только описывает перемещение объектов, а темпоральные, но и много чего другого может описывать. Но связанное, то, что она описывает, по нашим представлениям, она описывает нечто, не связанное со временем. Какие-то квантовые переходы, которые не связаны со временем. Обязательно. То есть мы представляем минус, то есть вот эту немую единицу, где-то вот в начале координат. Да нет, ну, их немой единицы нет на оси действительных чисел. Ну, нет ее так. Она вне находится. Спасибо. Пожалуйста, вот в конце там. Максим Григорьевич, у вас доклад вот пространство, время, движение. Вы, ну, не имею единицы еще. В докладе, к разу, у вас прозвучало движение невещественное. Правильно я? Нематериальное, значит, да? Правильно я вас понял? Невещественное... Невещественное... Можно я отвечу, да? Закончил вопрос. Невещественное, значит, нематериальное. В связи с этим, в ваших представлениях философских, где материя, которую мы ощущаем, в общем-то измеряем, и сами состоим из материи. Значит, под невещественностью я понимаю невещественность в физическом смысле. Ведь очень часто движения сливают с телом, с массой. И в этом смысле несправедливо представляется. Потому что движение, оно не есть какие-то процессы. Какие-то процессы. И под материю я понимаю действия. Вот интересные эксперименты. Экспериментальная база, великая вещь. Интересные эксперименты проводил Басов, академик. Значит, в свое время. Вот он определял импульс частички фотона, квантовой частички, совершенно одинаковый, разбросанный в пространстве, но во времени совершенно слитый. А вот тот же, я цитировал статью академика Келдыша, он говорит о том, что вот в координатном представлении, прошу прощения, в импульсном представлении, нам понятно, что происходит с частицей. Ее импульс изменяется по классическому закону. Можно я закончу? По классическому закону. А вот в координатном представлении, как частица двигается, непонятно. Потому что вот эта зона, где она туннелирует, совершенно не описана никак. Именно поэтому в импульсном представлении проще описывать процессы. То есть вот в том самом представлении о материальных объектах, о которых вы говорите. То есть импульсное и координатное представление в квантовой механике это не одно и то же. Хотя между ними существует определенная симметрия. А материя есть в ваших представлениях? Да, конечно, есть. Но взаимодействие есть, есть изменение импульса, значит, есть. А где она? Или состояние пространства и времени как раз материи? Ваши представления. Вот мой вопрос. Материя описывается в пространстве и времени, но она... Ну вот смотрите. Вот попробуйте представить совершенно абсолютно пустое пространство. Трехмерное евклидово реальное пространство абсолютно пустое. Вы представите его. Но это будет мысленная конструкция. Мысленная, ментальная. А как только вы эту вот пустоту заполнили материей, без остатка материи, это уже будет конструкция не ментальная, а вполне реальная, которую можно пощупать. Но вот этой пустоты-то как раз и нет. Ее нет в онтологическом смысле. Она есть в смысле гносеологическом, но ее нет в онтологическом смысле. Вот такой нонсенс. Нет, это не нонсенс, это... Да. Пожалуйста. На елке. У меня такой вопрос. Мне казалось, что я имею представление, что такое темпоральность. Но я совершенно к своему стаду не понимаю, что такое амэмпоральное. Что? Что? Ну у вас амэмпоральное. Атемпоральное. Атемпоральное. Это нечто, происходящее вне времени. Какая-то динамика, которая, так сказать, реализуется вне времени. Вот как можно представить себе движение вне времени? Ну вот квантовый скачок, частицы в атоме. Это тоже движение, но совершенно другой тип движения. Ну да. Не причина следственная, когда мы время подобные процессы описываем, когда каждый текущий шаг зависит от предыдущих. А квантовый скачок – это когда движение определяется общим состоянием всей среды, которая находится вокруг. Мы о разных вещах с вами говорим. Вы говорите о квантовом скачке как о физическом процессе. Имеет право такое точка зрения, потому что действительно о квантовом скачке физики судят по изменению спектра. Тогда какой смысл говорить о каких-то вещах, которые не имеют смысл, когда я от образа могу зафиксировать факт перехода от образа к образцу и обратно, или от образа к другому образу, туда и обратно. Если я имею дело, у меня отсутствует реальность, какой-то образец, то о каком смысле я могу говорить? Как я могу определить смысл того или иного понятия? Вот как раз, когда частица имеет одну энергию, допустим, Е1, на одной орбитале находится частица, а на другой орбитале она имеет энергию Е2. Вот какую энергию частица имеет в промежутке между, так сказать, вот этой... А что такое энергия в вашем представлении? Подождите минутку. Давайте не будем сейчас софистикой заниматься. Какую энергию имеет частица в промежутке между Е1 и Е2? Вопросы по докладу. Ну нет, получается. И вот это как раз бессмысленно. Вот бессмысленно позиция, которая связана с тем, что, ну да, мы не знаем, какую энергию она имеет. Здесь полная неопределенность. Полная неопределенность. Да, полная неопределенность. Хотя можно построить определенную схему. Вот частица перед скачком имела одну энергию, и оказавшись на другой орбитале, она с запаздыванием стала менять энергию. То есть энергия меняется по классическому закону с некоторым запаздыванием. Частица оказывается, и только после этого выделяется вот этот фотончик, или поглощается этот фотончик. После того, как частица оказалась уже, ну схема, я предлагаю как вариант, когда частица оказалась на новой орбитале. То есть, вот именно поэтому нельзя синхронизировать импульсы координату. Их нельзя, как в классике, так сказать, соединить в одно целое. Потому что импульс немножко запаздывает за координат. Частица уже на новом месте, а импульс только начинает меняться у нее. Возможно так, но тут... Пожалуйста, прошу. Давайте ваш вопрос. Как вы считаете, пространство и время это материя или нет? Значит, вот, одну минуточку, я предварительно... Вот было замечание, сейчас, Юрий Григорьевич, было замечание, что здесь, так сказать, причины следствия поменялись местами. Вы опять же упустили, я закончу с предыдущим товарищем, вы упустили один момент. Вот действие, которое частица реализует с окружающей средой, находясь в каком-то месте, оно не непосредственно вызывает действие другое. А посредством вот этой виртуальной реальности, когда, породив потенцию и актуальность вот этого скачка, они вот в этой виртуальной реальности перемножаются, эта потенция и актуальность, и возникает уже новое действие на новом месте, характеризуемое новым импульсом. Вот скорее так. Поэтому здесь никакое вот нарушение причинности я не вижу. Не так. Электрон получил кван света и перескочил на другую орбиту. Он сначала получил кван света, получил новую энергию, новый своей этапе, и потом перескочил на другую орбиту. Потом. Ну, опять же, вы не можете указать точно место, где частица окажется. Да нет, нет. Точно вы не укажете место. Это принцип неопределенности. Поэтому само перемещение частиц и динамика ее импульса – это разные динамики. Извините, пожалуйста, Юрий Григорьевич. Да, извините, я вас прервал. Да, ну, вопрос я всем задаю. Как вы считаете, пространство и время – это материя или нет? Ни в коем случае, конечно, нет. Это ментальные конструкции. Это не материя? Нет, нет. Нет. А тогда как может искривляться пространство под действием материальной поля тяготения в теории относительности? А я не знаю, как. Я не понимаю теорию относительности, поэтому не знаю, как она может искривляться. Да, это скорее Энштейну вопрос, а не мне. Значит, это не материя? Нет, конечно. Нет, это не искривляет теорию. Так, пожалуйста, есть еще вопрос? Хорошо. Максим Григорьевич, первое самое маленькое замечание. Цитата, что я знаю, что такое время, но когда меня спрашивают, затрудняюсь об этом ответить, это Блаженный Августин. Это не Фома Аклинский. Но все-таки он открыл именно внутреннее время, и, кстати, понятие необратимости – это Блаженный Августин тоже. С него это все считаем. Поэтому это очень значимый фигура с точки зрения времени и пространства. Спасибо. Да нет, все-таки немножко человеку, занимающий философией. Приятно, что среди физиков сейчас пошли философские вопросы. Только маленький нюансик. Нет физического до сих пор определения, что такое материя. Ну нету, есть философское. И поэтому этот вопрос на данный момент вообще некорректен. Вы сначала дайте физическое понятие, что такое время. Тоже нету. Есть философское. И это философское. Философы все ждут с нетерпением от физиков, когда же они дадут физические понятия времени, пространства, в данном случае, и материи, потому что их просто нету по факту. Вы все еще пока пользуетесь тем, что дает философия. Но извините, мы тоже ждем точных ответов, что это такое. Далее. А теперь по существу, немножко возвращаясь к вашему докладу. Просто тут сразу вспоминаются модели Фридмана, космологические. Напомню, там модели Вселенной, она, соответственно, либо постоянно расширяющаяся и потом схлапывающая, либо она стационарная, что вообще невозможно. Но к чему я об этом, в связи с этим рассказываю? В этих моделях пространство всегда ограничено. Оно не бесконечно. А когда схлапывается, оно просто исчезает. То же самое происходит со временем. Время работает только в этой Вселенной. Но ведь у нас же есть теория возможных миров. Тот же Эверед говорил о том, что взрыв-то большой был не один. Одновременно с ним, что называется, на одном пузыре, условно называемой Вселенной, образовывались еще другие пузыри. Такая метафора. Но тогда в каждом таком пузыре свое пространство, свое время и свои физические законы. Никаком абсолютном времени говорить просто невозможно. Потому что в возможных мирах оно совершенно другое. Спасибо. Я понял у вас вопрос. Значит, как я полагаю, вот эти допущения о расширении Вселенной на основе эффекта доплера, наблюдаемого эффекта доплера, якобы доплера, они не вполне обоснованны. Сам Хаббл отказался от доплеровской интерпретации космологического красного смещения. Правда, его не услышали уже. Впоследствии, потому что вот уже все. Были счастливы, что обнаружено и вот это вот якобы расширение. Тут уже говорилось о том вчера, что фотоны могут стареть вполне. Это, так сказать, не процесс. Они же не в пустоте двигаются. Значит, это процесс, который вполне объясняет вот это космологическое красное смещение без допущения о расширении Вселенной. А микроволновый фон вполне объясняется излучением межгалактического вещества. Это наш покойный коллега Алексей Шленов проводил исследование. Так что все, все релятивистские вот эти космологические эффекты, якобы доказанные наукой, на деле оказываются мыльным пузырем. И просто, так сказать, люди, которые их постулировали, на страже устоев стоят. Вот так.